Свен Андерс Хедин. В сердце Азии. Глава 4. Зимнее путешествие по Памиру. На границах восточного и западного Туркестана, Бухары, Афганистана и Индии возвышается огромное плато, гигантский горный узел, от которого расходятся к востоку и юго-востоку величайшие горные хребты Кунь-Лунь и Гималайский, к северо-востоку Тянь-Шань и к юго-западу Гиндуку, а между двумя первыми из названных хребтов уходит вглубь Тибета Каракорум. Здесь, согласно показаниям многих ученых, жили первые люди, а предания рассказывают, что отсюда вытекали четыре большие реки, протекавшие по раю и упоминаемые в Библии. Жители Нагорной Азии до сих пор еще величают по мир крышей мира, откуда огромные великаны смотрели на всю остальную землю. В политическом отношении Памир находился в недавнее время под властью коканских ханов, а с отнятием могущественным соседом власти у последнего из ханов Кокана право на Памир перешло к России. Последняя, однако, мало обращала внимания на эту непроходимую и почти необитаемую область, что и ободрило восточных соседей присоединить к своим владениям различные ее части. Афганцы овладели Бадахшаном и Шугнаном и показались в Рашане и Вашане, где они около реки Пянч и воздвигли форты. Китайцы овладели восточными пограничными областями Памира, а англичане взяли Четраль и Каиджуть. Русские перестали, наконец, оставаться равнодушными к таким захватам. В 1891 году полковник Ионов с тысячами казаков и караваном, ввезшим полное боевое вооружение, провиант и даже митральезы, выступил из Маргеллана и прошел весь Памир до Гиндуку, где близ перевала Барогиль имел стычку с афганцами. Вскоре затем были основаны около реки Мургаба форты Шаджань, позже Памирский пост, сотни-две казаков блюдут оттуда интересы России в Памире. В последние годы о Памире столько говорили и писали, что эта, прежде почти забытая, окутанная полярными холодами страна в самом сердце Азии стала предметом живейшего интереса и целью важных, пожалуй, роковых, политических и стратегических мероприятий. Некоторые области Памира оставались еще без хозяев, и обитавшие там в вечной борьбе с холодами немногочисленные киргизы не знали над собой ничьей власти и не платили никаких налогов. Но все соседи стали протягивать к ним руки, сооружая поблизости форты, и хотя никто еще не решается сделать первого шага, все готовы открыть огонь при первом удобном случае. Во время моего пребывания в доме барона Вревского мы часто говорили о Памире, и мне пришла мысль отправиться в Кашгар через Памир. Когда я принял это решение, почти все стали отговаривать меня, а офицеры, принимавшие участие в Ионовской экспедиции, предсказывали мне всевозможные опасности и советовали подождать месяца два-три. Один капитан, зимовавший тогда перед тем на Мургабе, уверял, что я подвергаю себя ужасным бедам и неминуемо рискую очутиться в критическом положении. Даже житель Севера не имеет понятия о том холоде и буранах, которые свирепствуют зимою на Памире. Да и среди лета бураны и морозы в десять там не в редкость. Зимою 1892-1993 годов температура в конце января упала до минус сорока трех, а бураны не прекращались. Буран разражается неожиданно. Часто за минуту до того небо бывает совершенно безоблачно, ясно. Тропа моментально оказывается занесенной, воздух наполняется крутящуюся снежную пылью, и в двух шагах ничего не видно. Необходимо немедленно остановиться, завернуться в шубу и переждать, да благодарить Бога, коли удастся еще остаться в живых. Капитан советовал мне также во время переходов никогда не удаляться от своего каравана. Внезапный буран может отрезать меня от моих спутников, и тогда уже невозможно будет опять соединиться с ними, даже если расстояние, отделяющее нас друг от друга, не превысит нескольких десятков шагов. Все будет окутано облаками снега, среди которых едва различишь лошадь, на которой сидишь. Крики о помощи замрут неуслышанными. Даже выстрелов не будет слышно из-за воя снежной бури, и путник, очутившийся в такой буран, без палатки, без провианта, без шубы, без войлоков, может читать себе отходную. Словом, полковник Ионов и капитан Вановский, оба известные и опытные путешественники по Памиру, отнюдь не завидовали моему путешествию и всячески предупреждали меня. Нашлось все-таки двое людей, которые не так мрачно смотрели на мое предприятие. И, напротив, ободряли меня и обещали сделать все возможное, чтобы облегчить мне его осуществление. Это были генерал Вревский и губернатор Ферганы, генерал Павала Швейковский. И они блестяще сдержали свое слово. По инициативе барона Вревского, губернатор Ферганы еще за неделю до моего отъезда из Маргелана отдал через джигитов, сардские курьеры, приказание зимовавшим в долине Алая Киргизом принимать меня повсюду и держать для меня на готове юрту, снабжать меня бараниной и топливом, сзывать народ, чтобы расчищать дорогу от снега, вырубать ступеньки на опасных узких ледяных тропинках Алайского хребта, помогать при нагрузке каравана, отыскивать проводников и прочее. С таким же приказанием снарядили курьеров на Мургаб. Затем я получил письмо к тамошнему коменданту и к китайскому коменданту на Булюнь-Куле около границы. Было также сделано распоряжение, чтобы джигиты сопровождали меня весь путь. Что же до снаряжения каравана, то сведущие люди, как нельзя лучше, помогли мне и в этом. Заранее составленный маршрут наш лежал через Алайский хребет, перевал Тенгиз-Бай и долину Алая, через перевал Кизыл-Арт и озеро Каракуль, через перевал Ак-Бейталь и на Памирский пост у Мургаба. Всего 459 верст, разделенных на 18 дневных переходов и 5 дневок, согласно следующему расписанию. От Маргелана до Учкургана – 35 верст, до Аустана – 23 версты, до Лянгара – 40, до Тенгиз-Бая – 26, до Дарауд-Кургана – 24, до Кизыл-Ункура – 22, до Кашкасу – 26, до Джиптыка – 25, до Арчабулака – 20, Бордоба – 27, Концая – 27, Каракуля – Северного берега – 25, Каракуля – Южного берега – 20, Мус-Кола – 27, Ак-Байтала – 18, Арабата номер один – 23, Чичекты – 25, Помирского поста – 20 верст. В Аустане, Дарауд-Кургане, Арчабулаке, Каракуле – Арабате номер один, Мы должны были останавливаться И дневать, Чтобы не слишком Изнурить лошадей. В общем, Я исследовал по этому маршруту С некоторыми Маленькими отступлениями, Вызванными обстоятельствами. Старый сарский купец Доставил лошадей. Я нанял себе Одну верховую И семь вьючных лошадей С платой по рублю В день за каждую. Выгоднее было бы Купить лошадей И потом продать их В Кашгаре. Но зато в настоящем случае Жизнь и целость Наемных лошадей, Уход за ними и корм Уже не касались меня. В придачу были даны Еще двое проводников И три вьючных лошади. Маленький, смышленый, Бывалый джигит Рехим Бай С обостренным лицом, Умевший говорить по-русски, Отличный повар, Определился для ближайших Услуг мне За 25 рублей в месяц Со столом и квартирой. Но должен был иметь Свою зимнюю одежду И лошадь. В пути он несколько раз Собирался умереть И сопровождал меня Только до Кашгара. Один из двух верховых Киргизов был гораздо выносливее И отлично заменял Рехима, Когда тот бывал болен. Звали его Ислам Бай. Родом он был из Аша. Во время нашего длинного пути Он оставался лучшим Моим слугой. Я теперь же Выдаю ему почетный отзыв, Но на следующих страницах Читатель сам увидит, Что я действительно Был многим обязан Этому человеку, Который был моим верным Спутником Во всякую погоду И во всех опасностях. Он видел меня впервые, Не имел понятия о том, Куда мы идем, Но оставил свой дом И семью в Аше И спокойно последовал За мною делить Неизвестную судьбу, Ожидавшую нас В глубине Азии. Мы бродили вместе По сыпучим пескам Пустыни Гоби, Чуть не умирали От жажды. И, когда другие пали, Он спас Мои заметки И карты. Он всегда был первым, Когда надо было Переходить через высокие, Покрытые снегом горы. Верной рукой Вел мой караван Вброд Через пенищиеся реки. Оставался на своем посту, Когда тангуты Хотели напасть на нас. Он оказал мне Неисчисленные услуги. Без него Мое путешествие Не закончилось бы Так счастливо. Теперь он с честью И с чувством Нравственного удовлетворения Носит пожалованную Ему королем Оскаром Золотую медаль. В Маргелане Я оставил Часть ненужных вещей. Между прочим, Старый заслуженный Оренбургский тарантас И европейские чемоданы, А вместо них Купил Сардские Ягданы Деревянные сундуки, Обитые кожей И устроенные так, Что их легко Можно было вешать Парами На спину лошади. Куплены были Также Седла, Шубы, Валенки И провиант. Нам предстояло Часто разбивать Палатку На покрытой Снегом равнине. Поэтому Взяли с собой Два стальных Заступа. Предстояло Карабкаться по отвесным Обледенелым тропинкам. Поэтому Забрали топоры И кирки. Предстояло Ехать по льду Через озеро Каракуль, В котором Я намеревался Измерять глубину. Поэтому Брал с собой Лот И 500 метров Крепкой бечевки, Разделенной Узлами На концы В 10 метров Каждый. Подставка Для измерительного Прибора Была устроена Так, Что могла Превращаться С помощью Кавказской Бурки Во временную Миниатюрную Палатку, Годную На случай Бурана. 22 февраля Караван с джигитами Выступил Вуч-Курган. На одной Лошади Были навьючены Фотографические Приборы В двух Ягданах. На другой Ящики с приборами Книгами И аптекой. Четвертая И пятая Шли с Провиантом. Шестая И седьмая С оружием И остальными Вещами. В хвосте Каравана Шли еще Три Лошади С фуражом. И одна Из них Совсем Исчезла Под громадными Мешками Соломы. Оба Караванных Проводника Шли Пешком Подбодряя Животных. Джигиты Ехали верхом. В общем Составился Длинный Величественный Караван. И я С гордостью Наблюдал С губернаторского Двора За его Выступлением. Сам я Оставался Ночевать В Маргелане И имел Случай Еще раз Сказать Прости Европейской Цивилизации. В этот Вечер У губернатора Собрался Весь Высший Свет Маргелана. Какая Разница Со Следующими Вечерами. Поговорить В последний Раз По-шведски С генералом Матвеевым И поручиком Кивекесе Добродушными Финляндцами И Сердечно Распрощавшись С губернатором И его Любезной Семьей Я Ранним Утром 23 Февраля Оставил Маргелан И присоединился Вуч Кургане К моему Каравану. Пройдено Было Всего 35 Верст Но Местность Успела Подняться На 335 Метров И Мы Очутились Уже На Высоте В 900 Метров С Лишком Уч Курган Большой Город Прекрасно Расположенный При реке Исфаэран Вытекающей Из Алайского Хребта Здесь Меня Ожидал Торжественный Прием Еще В двух Верстах От Города Меня Встретили Волосной Старшина Уч Кургана В сопровождении Своего Коллеги Из Расположенного Выше Аустана Первый Был Сарт Второй Киргиз На Обоях Были Синие Парадные Халаты Белые Чурбаны Пояса Из Кованого Серебра И Кривые Сабли Вакованных Серебром Ножнах Им Сопутствовала Большая Конная Свита Они Проводили Меня В селение Где Собралась В ожидании Моего Въезда Большая Толпа Народа Чтобы Полюбоваться Настоящим Тамаша Зрелище Увеселение После Дастархана Караван Выступил Снова Сопровождаемый Всей Конной Толпой Долина Из Файрана Стала Уже Более Резко Очерченной На Все Еще В Несколько Сот Метров Шириною Подъем Шел Частью По Самому Дну Долины Между Крутых Склонов Река Глубоко Врезалась В Твердые Конгломераты И Ее Темно-зеленые Хрустально-прозрачные Воды Весело Киргизский Войлок Украшенную Снаружи С широкими Цветными Лентами А внутри Выстланную Киргизскими Коврами В ней Весело Трещал Огонь Временную Метеорологическую Обсерваторию Устроили Неподалеку От Стана Багаж Разложили Около Палатки Лошадям Подставили Мешки С кормом Люди Уселись Вокруг Огня Под открытым Небом И Рихим Баю В первый раз Представился Случай Показать Своё Поварское Искусство Вечером Когда наблюдения Были закончены Мне доставили Мою походную Постель Состоявшую Из двух Подставок И парусины Натянутой Между двумя Ягданами